Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Старшему лейтенанту Егору Большакову было 23 года. В прошлом году он окончил Харьковский университет воздушных сил. Прошел подготовку для выполнения полетов на самолетах Л-37 и Су-25. Имел все необходимые допуски для полетов. В Симферополе у Егора остались родители и сестра. О трагедии ему же сообщили. Как заявил в сети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матяс, Су-25 выполнял тренировочный полет и зацепил линию электропередач. Как заявил офицер пресс-службы Генштаба вооруженных сил Украины Алексей Мазепа, самолет был полностью исправен. Пилот имел достаточный профессиональный уровень. И на этот момент нет главной версии, почему произошло столкновение с линией электропередач. На месте трагедии работает следственная группа. Адвокату удалось разыскать политузника Александра Костенко в российской колонии. Напомним, его защитники почти месяц назад забили тревогу. Накануне рассмотрения касационной жалобы по делу активиста Евромайдана он был этапирован в неизвестном направлении. По словам адвоката Дмитрия Сотникова, перед отправкой по этапу мать Костенко, а она один из его официальных защитников, не раз пыталась попасть к нему в СИЗО, но каждый раз получала отказ. Сегодня Дмитрию Сотникову стало известно, что политзаключенный находится в исправительной колонии номер 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России. Адвокату пока не известно состояние здоровья узника. Он планирует попасть в колонию к Александру на следующей неделе. Напомним, 15 мая 2015 года активист Евромайдана Александр Костенко признан так называемым Киевским районным судом Симферополя виновным по двум статьям – причинению вреда здоровью сотруднику Беркута и в хранении части огнестрельного оружия. За это он приговорен к четырем годам и двум месяцам содержания в колонии общего режима. Но по апелляционной жалобе защите удалось сократить приговор на три месяца. Интерпол по ходатайству Украины прекратил инициированный Россией международный розыск главы Межлиса Рифата Чубарова. Об этом сообщил на заседании Кабмина глава МВД Украины Арсен Аваков. Как стало известно, кроме судебного постановления об аресте Чубарова, о котором ему прислали бумаги из Крыма, 6 ноября госорганы РФ еще и разослали циркуляр в адрес всех стран членов Интерпола об объявлении главы Межлиса в розыск для привлечения к ответственности за якобы публичные призывы к нарушению целостности России. Таким образом, российские псевдоправоохранительные органы квалифицируют заявление Чубарова в интервью украинским СМИ о том, что война в Украине закончится тогда, когда Крым будет возвращен в ее состав. Украинское бюро Интерпола заняло соответствующую позицию, что Крым – это Украина, Россия – это оккупационная влада на КПМУ и надал соответствующие колпотания к Центральному бюро Интерпола. Международный решок Рифата Чубарова за западом российской стороны заинкриминированным злочином прекратил, так как он мне не отвечает вымогам статута организации. Генеральный секретарь в Интерполу принято решение про заборону действия, будь який успех в праце, вказанной справе каналами Интерпола, а информация, что международный решок Чубарова Рифата была выдавана с обликов организации Интерпол. Напомним, прокуратура АРК заявила ранее, что действия оккупационных органов в отношении Чубарова будут соответственно оценены. Начато уголовное производство по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Украины. Угроза свободе народного депутата, связанная с его государственной или общественной деятельностью. Президент Украины Школьники с оккупированных территорий получат доступ к дистанционному образованию по украинским программам. В институте последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко расширяют проект, запущенный в прошлом году для выпускников школ Крыма, Донецкой и Луганской областей. Программа под названием «Модель столичного центра открытого образования» должна была помочь этим выпускникам получить украинские аттестаты, чтобы поступить в украинские вузы. Теперь инициаторы программы решили расширить ее рамки для учащихся невыпускных классов. В том году мы говорили и с учениками-выпускниками, а в этом году мы берем не только выпускников, а учеников разных классов, с 5 по 11. Дистанционным экстернатом они учатся, вчители им помогают, консультуют, потом они сдают такие тематические аттестации, которые подтверждают уровень их учебных досягнений. Обучение в рамках программы дистанционного экстерната проводится на базе Киевской школы номер 81. В прошлом году в эксперименте приняли участие 19 выпускников из Донецкой и Луганской областей и двое крымчан. Из них украинские аттестаты получили только шестеро ребят. Они стали студентами ведущих украинских вузов. Это, мне кажется, не много. А для нас это бесценно, потому что эти дети не только смогли получить аттестаты, быть носителями информации про такую возможность, про возможность украине зберегти каждого гражданина у своей страны. Чтобы стать участником программы дистанционного экстерната, желающим нужно подать заявку на сайт столичного центра открытого образования и заполнить там электронную форму. Затем по электронной почте надо подать в центр свои документы. Но при крымских реалиях даже такой простой алгоритм может стать проблемой для детей, считают в центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». Активисты центра 10 месяцев работают над проектом онлайн-обучения крымских школьников в украинском языке и видят, что дети и их родители очень опасаются передавать куда-либо свои данные. На начале проекта дети были более открытыми и у них не было такого страха. Сейчас у детей появился страх. Дети все больше, скажем так, ховают себя под какими-то выгоденными именами. И первое, чем зарегистрироваться и начать участвовать этот онлайн-курс, они собирают определенную информацию, они приступают почву, чтобы понять, что это за люди, которые им будут выкладывать украинскую мову и литературу. Координатор проекта «Модель столичного центра открытого образования» просит крымчан не бояться и уже отмечает заинтересованность школьников полуострова в этой программе. В этом году за три дня у нас из Крыма вернулись уже близко 12-ти, которые зарегистрировались, надали свои документы и еще люди телефонуют, звонят и хотят тоже долучиться. Час есть, если людям это интересно, они не запознятся, они встегнут к нам в наш проект. Чтобы расширить программу дистанционного экстерната, ее инициаторы и участники разработали уже сотни электронных уроков по различным предметам. Вскоре станет и больше задействованных школ. Уже есть новая изъявившая готовность участвовать в проекте. Ищут возможности продолжить онлайн-обучение крымчан украинскому языку и в организации «Украинский дом». Активисты уверены, несмотря на сложность ситуации в Крыму, такие проекты нельзя прекращать, чтобы вместе с территориями не потерять и людей. Остановят ли в Крыму попытки застроить Гурзуфский парк? Новый виток судебных разбирательств в деле скандальной застройки закладывает так называемая прокуратура Крыма. Наталья Поклонская заявляет, что ведомство подготовило иск в суд о расторжении трехстороннего договора о строительстве в Гурзуфе фитоцентра. А ялтинские власти спустя 4 месяца после начала скандала до сих пор этого сами не сделали. Напомним, в июне этого года фирма «Гурзовский бриз» без предупреждения местных жителей вырубила 150 деревьев на склоне парка-поселка. Атласские кедры, кипарисы, крымские сосны посельчане высаживались здесь сами 60 лет назад, пытаясь защитить землю от оползня. Валить деревья начали в выходной день в сумерках ради того, чтобы возвести на этом месте фитоцентр, фактически же кафе. Мы увидели, что сносят и валят. Наши люди увидели, что сносят. Мы прибежали сюда, у нас было 8 женщин. Мы бросались под этот КАМАЗ, груженный ветками. Трактор стоял, бульдозер, который тут же шел, заравнивал эти пеньки. Корни вырывал. Корни вырывали. Нас, конечно, тут и матом. Они нас приняли как хозяева. После состоявшейся встречи с жителями Гурзуфа, самопровозглашенный глава Крыма Аксенов пообещал застройщику прокурорскую проверку. Та действительно состоялась. По ее итогам служба госстройнадзора отменила разрешение на строительство. Решение об отмене приняла и Ялтинская администрация. Но ООО «Гурзуфский БРИС» решила добиться застройки через суды. Еще летом ее представители прямо заявили об этом посельчанам. Сегодня приехал юрист, представитель Москвы. Как нас пугают некоторые граждане о том, что суды будут вестись три года, а мы дураки и должны согласиться на строительство площадок или же фитоцентра. Это же все прекрасно, для красоты. Мы задали вопрос застройщику. Что такое фитоцентр? Она нам сказала, что это кафе вкусной и здоровой пищи. Застройщик настойчиво добивается своей цели. Для этого подал ряд исков. ООО «Гурзуфский БРИС» уже выиграло суд первой инстанции против Ялтинской администрации. Так называемый арбитражный суд Республики Крым признал незаконным решение администрации Ялты об отмене предоставления застройщику участка. В процессе рассмотрения судом и другие иски Гурзуфского БРИСа против комиссии по исследованию зеленых насаждений, против службы госстройнадзора. Отказ в приеме дела к рассмотрению он получил только в отношении иска против прокуратуры Ялты. Так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская на странице Facebook заявляет, что ее ведомство будет ставить в суде вопрос о признании недействительным договора о совместной деятельности по строительству фитоцентра между коммунальным предприятием, постсоветом и ООО «Гурзовский БРИС». В качестве обеспечительных мер планирует ходатайствовать о запрете строительных работ на спорном участке. По словам Поклонской, подготовленное и представление в адрес Андрея Ростенко в связи с бездействием возглавляемой им так называемой администрации Ялты в вопросе прекращения незаконного строительства и из-за ненадлежащего осуществления муниципального земельного контроля. Напомним, ООО «Гурзовский БРИС» оформила бумаги на застройку в марте 2014 года. Кто инвестирует деньги в стройку в Гурзовском парке, застройщик информацию не раскрывает. Известно только, что речь идет о московском бизнесе.